Добрый день! В этом ролике я бы хотела вам рассказать об английских розах из питомника Дэвида Остина, которые растут в моём саду. Их я заказывала в подворье. Весной 2018 года я их получила. Вот, получается, они у меня живут уже шестой год. Они были в пакетах, наполненных торфом, и там были их корни. Качество хорошее. Всего у меня 11 сортов. Как я понимаю, это родные английские розы из питомника Дэвида Остина. С 2021 года этот питомник перестаёт отправлять розы на экспорт. И теперь те розы, которые мы покупаем, они лицензионные. И выращены они по стандартам оригинального питомника. Их оригинальность подтверждается сертификатами и бирками на растениях. Но выращены они могут быть и в Польше, но в любой другой стране. Но цена у них довольно высокая. Я в этом году ездила в подворье, посмотрела там. Что-то меня шокировали цены на польские розы. Прежде чем покупать такие розы, тем более по такой высокой цене, я думаю, имеет смысл посмотреть на них живьём. Потому что просто описание или фотография не даёт чёткого понятия, что вы купите. От некоторых сортов я в восторге. Например, вот от этой розы принцесса Александра Кенская. А некоторые сорта мне не нравятся. Второй браз я их, конечно, не купила. Это моя любимица принцесса Александра Кенская. 2007 года рождения. Цветы с очень сильным, приятным, свежим чайно-розовым ароматом. Изумительной красоты. Даже сам куст очень красивый. Ширина его полтора метра, высота полтора метра. Вначале он цветёт внизу. И потом выдаёт такие плети вверх. Вот до полутора метров они доходят. Видите, там бутончики. Позднее он начинает цвести и вверху. Роза буквально усыпана очень крупными цветами. Старинной формы. Глубоко чешевидными, густомахровыми. Красивого, насыщенно-розового цвета. И по мере отцветания они приобретают серебристый налёт. У этого сорта прекрасная, здоровая листва. Он не подвержен болезням. И абсолютно ему не страшен дождь. Цветы не окукливаются. И вот, казалось бы, похожий сорт. Это Гертруда Джекил 1985 года. Но её я недовольна. Цветы какие-то неопрятные. На ветках огромные шипы. И куст несуразный. Она ко второму цветению выдаёт такие огромные плети бестолковые. Куст некрасивый, но начинает цвести она очень рано. Вот когда цветут мартагоны. Здесь посажены два куста рядом. Дездемона. Вот белые цветочки у неё. И джубили, селебрэйшн. Почему-то они у меня не хотят расти выше 70 сантиметров. И цветы у них опущены вниз. Их не рассмотришь. На заднем плане королева Швеции. Пошли дальше. Это мускусный гибрид Салли Холмс. Но не могу пройти мимо. Не полюбоваться такими необычными белыми цветами и розовыми бутончиками. Дальше у меня посажены один за другим три сорта Остина. Это Клэр Остин, Леди оф Шалот и Бенджамин Бриттон. Все розы, о которых я рассказываю, относятся к классу шрабы. Английские шрабы – это группа сортов роз, которые были созданы в конце 20 века английским селекционером Дэвидом Остином. До Остинок я покупала немецкие розы, розы фирмы «Братьев Топалович». И вот, когда я купила первый раз розы Дэвида Остина, на первый, второй и третий год я была несколько обескуражена. Они мне не показались очень красивыми. Но когда прошло время, я, конечно, изменила свой взгляд. И теперь я очень довольна, что в моём саду растут розы Дэвида Остина. Вначале кустики были не такие высокие, и цветочки смотрели вниз. Но со временем кусты подросли до полутора метров, некоторые повыше. И цветы стали смотреть вверх и немного в стороны. В общем, выводы надо делать не раньше, чем на третий год после посадки. В этой группе присутствуют сорта с различным ростом куста. Они могут быть высокие, средние, низкие. Естественно, что в разных климатических зонах они выглядят по-разному. От остальных современных сортов английские розы отличаются формой цветка и строением куста. Эти розы получены в результате скрещивания огромного количества разных роз с чайно-гибридными и роз класса флорибунды. Цветки в старинном стиле – это визитная карточка английской парковой розы. Все розы Остина имеют неповторимый, довольно сильный аромат. Причём у разных сортов аромат сильно отличается. Розы цветут обильно, повторно, а некоторые розы даже без перерыва. Розы Остина по праву заслужили звание королевских роз. Вот эта роза – Queen of Sweden, королева Швеции. Кустик грациозный, элегантный, более полутора метров высотой. Ещё одна Остинка – Джеймс Гэллоуэй. Она 1985 года. Восьми сантиметровые, густомахровые цветы, в которых до 130 лепестков обладает приятным, довольно сильным ароматом. Цветы бледно-розового цвета с белым налётом собраны в небольшие соцветия по 3-5 штучек. Вот сейчас первое цветение этой розы. Потом она выдаёт огромные плети, двухметровые, кстати, которые абсолютно не имеют шипов. А вот ещё одна моя любимица – Цептер Д'Айзл. Куст высотой 170 сантиметров, ширина полтора метра. Очень обильное цветение. Вот у неё первые цветочки раскрылись, там много бутончиков. Ну, изумительные цветы. Они светло-розового цвета, бледнеют по краям, а в середине видны золотые тычинки. У этой розы очень необычный аромат. А это отчеренкованная роза рядом. Я вот её посадила, но вовремя поняла свою ошибку, выкопала, отдала её. Мне не нужен здесь такой же огромный куст рядом, потому что он закроет всё, что растёт дальше. Там плетистая роза и Чиппендейл. Вот давайте полюбуемся, какие цветы. Она цветёт практически постоянно. Одни у неё лепесточки осыпаются, другие начинают цвести. Ну, просто изумительная роза. А запах у неё напоминает запах аниса. Он такой немножко с кислинкой, такой свежий аромат. Вот эту розу я бы порекомендовала всем, у кого есть достаточно места. Ну, ей надо метра полтора-два в ширину. Хотелось бы несколько слов сказать о том, насколько розы Остина подходят для нашего Подмосковья. Вот, например, у меня на эту розу уже в конце августа начинает падать тень от дома. И не похоже, что она от этого страдает. Поскольку розы Остина выведены в умеренном климате Великобритании, то они адаптированы к российскому климату. В Подмосковье они себя чувствуют хорошо, но, конечно, в южных районах страны они покажут себя ещё лучше. Кусты мощнее, цветов больше. Ну, и потом на юге огромное преимущество. Их не надо укрывать, мучиться, так как мы здесь мучаемся с укрытием роз на зиму. Со временем согнуть их невозможно. Плетистые розы сгибаются легче. И поэтому приходится их обрезать на высоту метр. Я ставлю сетки и укрываю их лутросилом. А одной такой длинной полосой получается у меня тоннель. Иногда эти розы продают как зимостойкие неукрованные розы. Но хочу сказать, всё, что окажется выше уровня снега, замёрзнет. Многие сорта остинок перед экспортом в другие страны проходят сортоиспытания в Соединённых Штатах и в Скандинавии. И нам они поставляют те розы, которые показывают высокую зимостойкость и устойчивость к умеренно холодному климату средней полосы России. А вот ещё один прекрасный сорт называется Олертон Олд Холл 2011 года. Куст высотой более двух метров. Поскольку крупные гроздья, то ветки их не держат. Так он и норовит прилечь. Приходится ставить подпорку из арматуры. Цветы старинной формы, махровые, напоминают крупные шары. Цвет очень красивый, сливочный. Когда выгорают, становятся посветлее. Раньше эти цветы у меня все смотрели вниз. А со временем, смотрите, они как хорошо смотрят вверх, да и куст подрос. Вообще красавец стал. Я этой розой очень довольна. А на переднем плане растёт роза Тиама. Красная красавица. Я её покупала как чайно-гибридную. А она оказалась Гренди Флорой. Наверное, придётся её пересаживать, если она вырастет такой же огромной, как другие шрабы. Все розы уникальны и прекрасны, но стоит внимательно выбирать сорт, который будет не только долго радовать, но может полностью раскрыться именно в нашем климате. Вот ещё один прекрасный шраб. Правда, это немецкая роза, но я не могу пройти мимо. Называется она Шлоссойтин. Но давайте вернёмся к Остинкам. Это Бенджамин Бриттен. Красный цвет у роз Остина встречается крайне редко. В основном у него преобладают такие цвета кремово-оранжево-жёлто-розовые. Вот, например, яркий представитель роз Остина «Леди оф Шалотт». Высота её, как и предыдущие розы, более полутора метров. Цветы ярко-красно-оранжево-жёлтые, паникающие, чешевидной формы. Величина цветка до 7 сантиметров. На заднем плане грациозная Остинка, королева Швеции. Бенджамин Бриттен 2001 года. Куст мощный, ветвистый, красиво облиственный. Цветы вишнёво-красного цвета с приятным ароматом. Розы Остина прекрасно смотрятся в полуроспуске и за счёт своей густомахровости не теряют своей декоративности даже и при полном раскрытии бутона. Это Клэр Остин, роза 2007 года. Сильный, здоровый, элегантный, высокий шрап с богатой листвой. Густомахровые цветы 7 сантиметров в диаметре, молочного цвета, обладают приятным, насыщенным ароматом ванили и аниса. А это Джубили Серебрешин. Цветы действительно выдающейся красоты, но кустик расти не хочет, небольшого росточка, так же, как вот эта роза Дездемона. Похвастаться тут особенно нечем, но, может быть, просто им не нравится у меня или наш подмосковный климат им не подходит. А это хоть и не по теме, но показать хочется. Прекрасный шрап немецкий шлос ойти. Выдающиеся красоты цветочки так и хочется взять и на торт поставить. Давайте повнимательнее посмотрим на розу 2004 года, королева Швеции. Она у меня растёт в полутени от черешни. Высота её больше полутора метров. Очень элегантные набитые цветы жемчужно-розового цвета. Хотелось бы отметить некоторые плюсы роз Остина. Ну, во-первых, относительная неприхотливость в выращивании. Во всяком случае, они менее прихотливы, чем чайно-гибридные розы. Потом отсутствие выгорания и хорошая устойчивость к дождю. По большинству этих роз бутоны от дождя не окукливаются. Крепкий иммунитет и устойчивость к выражению грибковыми заболеваниями. Это очень важно у нас в Московской области, потому что климат довольно влажный. Во всяком случае, у меня. Я здесь живу рядом с лесом и даже лилии у меня в этом году заболели от очень высокой влажности. Такой ветер тоже помогает розам в борьбе с болезнями. А это я вам хочу показать отчеренкованные мною розы в позапрошлом году. Я их подарила своей подруге. Я вот пришла сейчас к ней в гости. Это прекрасная принцесса Александра Кенская. Получается, что ей третий годик. В том году она была поменьше, а сейчас она уже прилично подросла. Цветы у неё очень красивые. Такие же хорошие и крупные, как у мамаши. И вон она, какая красавица в полуроспуске. Но я обожаю эту розу. Тут на расстоянии больше, чем метр друг от друга посажено три сорта. Вот принцесса Александра Кенская. Это Цептор Де Айзл со своими бледно-розовыми фарфоровыми цветочками. Я сразу предупредила, что сажать надо на большем расстоянии, потому что кусты вымыхают огромными. И вот она учла мои рекомендации и посадила их треугольником на хорошем расстоянии друг от друга, чтобы они показали себя в дальнейшем во всей красе. Это рыженькая Леди Ов Шалот. Лепестки у неё оранжево-лососевые, а с изнанки ярко-жёлтого цвета. Роза, конечно, очень красивая, да ещё имеет насыщенный, приятный аромат. Как она хороша в полуроспуске! Прямо похожа на чайно-гибридную. Ну, раз уж я в гостях и увидела здесь розу Дэвида Остина, то я, конечно, не могу пройти мимо. Это роза Пилигрим 1991 года. Она у неё огромная, 2 метра шириной. Розочки сами сантиметров 7, ярко-жёлтые, набитые. Серединка ярко-лимонная, а по краям молочного цвета. Высоту она выдала больше 2 метров. Но цветов сейчас немного, потому что это второе её цветение. Зато очень много бутонов, и если будет тёплая погода, она ещё покажет себя во всей красе. Сорт отличный. В нём сочетается необычно сильный и здоровый роз и привлекательные, изящные махровые цветочки. Ролик получился довольно длинный, но мне хотелось рассказать о своих любимых остинках, что я о них знаю. В общем, покупайте розовую стену, сажайте и радуйтесь. Я думаю, вы не разочаруетесь. Я поделилась с вами своими соображениями и своим опытом. Но, возможно, у вас эти розы чувствуют себя как-то по-другому. Даже в Подмосковье. Многое зависит и от земли, и от ухода. Факторов много. В общем, до свидания, дорогие друзья. Заходите на мой канал. Будем вместе любоваться с вами розами, лилиями и другими цветами.